Субтитры сделал DimaTorzok То есть закончили те вопросы, которые связаны с фразой Bismillahirrahmanirrahim И сейчас приступаем к вопросам, которые рассматриваются под выше прочитанной фразой Говорит Алхамдулиллах, хвала Аллаху, руи аниннаби, салалаллаху алейвасалам, анну муталь Передается от пророка, салаллаху алейвасалам, то что он сказал Куллю каламин, ла юбда уфи, бихамдиллах Каждая речь, которая не начата с восхваления Всевышнего Аллаха А также с благословения на меня То оно будет прерванным, как бы отрезанным, то есть неполноценным То есть удален, или это речь, из которой удалено благословение и благодать То есть любая речь, которая не начинается с похвалы Аллаха И с благословения на пророка, салаллаху алейвасалам Отсутствует в ней барака, такой хадис Однако этот хадис в его иснаде Исмаил ибн Абезияд Аш-Шами Он является оставленным передатчиком, более того, некоторые из имамов назвали его лжецом И правильно относительно этого хадиса, то что он является мурсаль ас-Зухри То есть мурсаль со слов ас-Зухри И как мы знаем, мурсаль ас-Зухри мин адав ас-Мурсаль Мурсаль имама Ас-Зухри является одними из самых слабых мурсалей Почему? Потому что они мурсаль В нем от Зухри до послания к Аллаху алейвасалам пропущено как минимум два человека Поэтому хадисы мурсаль, которые передаются от Зухри Не только являются слабыми, но еще и не гонятся в поддержку других хадисов И подобное этому было передано относительно фразы Бисмиллахи Рахмана Рахим То есть что значит подобное этому? Имеется ввиду, что тот, который не начнет свою речь с Бисмиллахи Рахмана Рахим То его речь будет лишена благодати То есть еще есть такой хадис И можете у себя записать, что этот хадис, в котором приходит Бисмиллахи Рахмана Рахим Он запутанный и в его словах их тела То есть большое разногласие Одни привели со словом Бисмиллахи Рахмана Рахим Другие говорят Билхамдилиллах Третьи говорят Ассалаа Аля Расулиллах И тому подобные фразы И тоже правильно относительно него То, что этот хадис тоже мурсаль То есть это из одной главы Хадис, что один и тот же, просто он запутан Просто он запутан То есть какой вопрос сейчас начал разбирать Шейх Аль-Харраз Начал разбирать вопрос О том, что почему Шейх Аль-Ислам начал свое послание С Бисмиллахи Рахмана Рахима, а также с Аль-Хамдулиллах С восхваления Всевышнего Аллаха И привел два хадиса Потому что, говорит, пришло в хадисах Что тот, который не начнет свою книгу или свою речь с этого То в этой книге или в этой речи не будет благодати Мы сказали Хадис относительно этого является слабым, недостоверным Но достаточно нам того, что пророк, салаллаху алейкум, начинал с чего? Начинал с своей худбы, то есть свою речь С восхваления Аллаха Всевышнего И также многие суры из Кур'ана начаты с фразы Аль-Хамдулиллах Так, с фразы Аль-Хамдулиллах Это говорит о том, что начинать речь с фразы Аль-Хамдулиллах Является желательным действием И соответствует сунь пророка Мухаммада, салаллаху алейкум И то же самое относительно Басмаля, то что Пророк начинал свои послания различным правителям мира с этой фразы, с фразой Бисмиллах Рахмана Рахим, так или нет. И к тому же перед каждой сурой в Куране стоит это выражение Бисмиллах Рахмана Рахим, что также указывает на то, что начинать свою речь или книгу, или статью и так далее, с фразой Бисмиллах Рахмана Рахим является чем? Является желательным действием в соответствии с уни пророка Мухаммада, саллиллах Рахмана Рахим. Говорит, и поэтому автор, кто автор? Ибн Таймия, собрал между этими двумя вещами. То есть две фразы сказал, и Бисмиллах Рахмана Рахим, и Алхамду Лиллах, собирая между двумя риваятами этого хадиса. И мы говорим, что нет нужды приписывать это Шейху Исламу Ибн Таймия, то что он именно из-за этого это сделал. Почему? Потому что хадисы относительно этого слабые, так или нет. Поэтому говорить, что он пытался собрать два риваята, и поэтому начал с фразы Бисмиллах Рахмана Рахим, а также Алхамду Лиллах и так далее, это является не совсем правильным. И возможно, что Шейху Ислам Ибн Таймия начал с этих двух фраз, не из-за этих хадисов, которые являются слабыми, и слабость их известна. А потому что это соответствует пути пророка, саллиллаху алейкум, исходя из его действий других, кроме этих хадисов. И говорит вместе с этим, нет противоречия в этих двух риваятах. Как понять? То есть в одном риваяте приходит, надо начинать салхамду лиллах, в другом риваяте приходит, начинать надо с Бисмиллах Рахмана Рахим. Говорит, противоречия есть или нет? То есть, по идее, невозможно начать и салхамду лиллах, и с Бисмиллах, и оба этих самые первые, так или нет? Одно из двух все равно получится первее, чем второе. Но говорит, в этом нет противоречий. Потому что начало может быть двух видов. Настоящее начало и начало в переносном смысле. То есть, ненастоящее начало. Как это понять? То есть, начало настоящее, это то, перед чем ничего не было. Так, как в данном случае у нас в Бисмиллах Рахмана Рахим. Начало с Басмана, в данном случае, так или нет? Настоящее. Потому что перед этим Шейху Ислам не сказал вообще ничего. А какое начало илафий, то есть, приписанное начало, ненастоящее начало, это то, которое является началом для того, чтобы позже этого, но перед ним все равно что-то есть. Как в данном случае слова Шейху Ислама, альхамду лиллах. Это начало или нет? По идее, это начало, так или нет? Мы все еще в начальной части книги. Но вместе с этим это ненастоящее начало. Так как перед Альхамду лиллах пришла фраза, какая Бисмиллах Рахмана Рахим. Вот это вот понятно или нет, что хочет сказать здесь Шейх Аль-Харраз. Это первый вопрос, который он рассмотрел под этой фразой. Альхамду лиллах. Дальше говорит, альхамду дидду зам. И хвала, что такое хвала, говорит? Это противоположно или действие противоположное парицанию. Зам это что? Парицание. Юкаль, говорится, хамид турражуля. Я восхвалил какого-то человека, ахмаду восхваляй его, хамдану амахмадану амахмадатан. То есть хвалой восхвалением. Хаво махмудану ахамид. И этот человек становится каким? Восхваляемым и славным. Так, то есть кого восхвалили. Ваюкаль, а также говорят, хаммад Аллах бит-таждид. То есть не хаммад Аллах, а хаммад Аллах. И так, и так, говорит, что, точнее, не хаммад Аллах, а хаммад Аллах. С таждидом, с удвоением буквы мим. И то, и то, говорит, разрешено. Асна алихи аль марра баад аль ухра. То есть, когда человек восхваляет Всевышнего Аллаха одним восхвалением за другим восхвалением. То есть сразу несколько раз, это уже будет чем? Хаммад Аллах, с таждидом над мим. Говорит, ва кала, аль хамду лиллах. Если он говорит, аль хамду лиллах, несколько раз. Это следующий подпункт. То есть в арабском языке, что такое хвала, он разобрал. Что такое хвала в арабском языке? Говорит, вбиддуздам, то есть противоположно, парицанью. Говорит дальше следующий вопрос, ва л хамду, что такое хвала, то есть терминология. Терминология ученых, идеология. Говорит, ва сана бил лисан аляль джамиль алихтияри ниаматан кана аугайрага. Это восславление языком аляль джамиль, за какое-то, то есть имея в виду фиал аль джамиль, то есть за какое-то прекрасное действие алихтияри, которое было совершено по желанию, намеренно. Ниаматан кана аугайрага. Без разницы, являлось ли это действие благом по отношению к тебе или нет. Вот такое вот определение. Сейчас будем это определение разбирать, чтобы оно стало понятным. Как это понять, это определение? То есть, когда человек воспаляет кого-либо своим языком, за что он говорит воспаляет? За какое-то прекрасное действие. За какое-то прекрасное действие. Почему? Потому что аль-кабих, то есть некрасивое, дурное действие, за него воспалять не пристало, так или нет. Не является правильным воспалять за дурное действие. Говорит, смотри, аль-ихтияри. Что такое аль-ихтияри? То есть, это действие прекрасное. Тот, кого ты воспаляешь, выполнил по своему желанию, по своему выбору. То есть, если, например, человека заставили сделать что-то благое, он за это заслуживает похвалы или нет? Он за это похвалы не заслуживает, так как он сделал это аль-ихтияри. Не по своему выбору, а потому что его заставили. Поэтому, говорит, аль-хамд, восхваление. Бывает только за то прекрасное дело, которое объект восхваляемый выполнил что? По своему желанию, по своему выбору. Говорит, без разницы, это действие является милостью по отношению к тебе или не является милостью по отношению к тебе. Видишь, говорит, говорится, я восхвалил этого человека за те блага, которые он сделал по отношению ко мне. И я восхвалил его за его храбрость. Храбрость – это милость к тебе или нет? Не является милостью к тебе, так или нет, но является прекрасным действием этого восхваляемого объекта. Все равно он заслуживает за него хвалы. То есть отсюда что ты понимаешь? Что какой-то объект заслуживает хвалы за прекрасные действия, которые он сделал по своему выбору и желанию, даже если это действие не является чем проявлением милости или проявлением чедрости, допустим, или какого-то блага к тебе конкретно. А является чем? Просто каким-то прекрасным действием. В отличие от чего? Для чего эта добавка пришла в этом определении восхваления? Чтобы отличить ее от чего? От благодарности. То есть благодаришь ты человека только за те прекрасные действия, которые он сделал по своему выбору, которые являются милой к тебе. То есть можно ли сказать, я поблагодарил человека за его щедрость по отношению ко мне? Можно так сказать? Можно так сказать? Ну можно ли сказать, я поблагодарил человека за его храбрость? За храбрость человека не благодарят, так как эта храбрость тебя не касается. Это не милость к тебе. Но за храбрость что делают? Восхваляют. Делают аль-хамд, но не делают что? Шукар. В этом разница между аль-хамд, хвала, восхваление и между шукар, проявление благодарности. Значит восхваление бывает за милость к тебе и не только, а благодарность бывает только за те прекрасные действия, которые отражаются на тебе, которые отражаются на тебе. Это иншалла ясно. Так вот, относительно этого определения восхваления у себя подпишите некоторые моменты. Шейх Ангарра сказал то, что аль-хамд, хвала, это астана, это восхваление. Это не совсем правильно. У себя подпишите то, что правильно сказать. Аль-хамд, хуа, зикр. Это упоминание. Упоминание. Не восхваление, что? Не восхваление, а упоминание. Потому что есть разница между викр и астана. Викр это упоминание, а астана это хвала, которая повторяется. Астана у себя запишите. Аль-хамд мута каррар. Это хвала, которая повторяется. То есть смотри, если ты воспалил человека за какое-то прекрасное действие один раз. Это как будет называться хамд? Восхваление. Это будет называться восхваление. Что такое восхваление? То есть ты упомянул его прекрасное действие однажды, один раз. И тем самым ты его восхвалил. Но астана, астана, это уже не просто восхваление, а многократное восхваление. Когда ты его многократно восхвалил, это уже что? Сана. Понятно ли мне? Поэтому не будет правильно давать определение похвале аль-хамд. Так, хвале аль-хамд. И давая определение использовать слово сана. Потому что сана это хамд мутакаррар. Многочисленное, что похвала. То есть ты как бы давая определение хвале, получается, что говоришь? Хвала это многократная хвала языком и так далее. Это неправильно, так или нет? Это неправильно. Правильно перевести как хвала это упоминание благих дел того-то, того-то и так далее. Правильно сказать упоминание, чем сана. Многократное восхваление. И довод это какой? Хадис пророка, что Всевышний Аллах сказал, Когда мой раб говорит, Когда мой раб говорит, Хвала Аллаху Господу миров, Аллах что говорит? Хамидани Абди. Мой раб восхвалил меня. Потом говорит, А когда скажет, милосты мимосердный, Всевышний говорит, Восхвалил меня мой раб. То есть словом, каким уже? Сана. Почему? Потому что ты уже сделал многократную похвалу. Аль-Хамду лилля Раббал Алимин. Ар-Рахман, ар-Рахмин. И так далее. Ты уже два раза восхвалил, Это уже что будет? Сана называться. Не просто что? Не просто Аль-Хамд. Ясно? Вот это вот подметили у себя. Дальше говорит Бельмисан. Это упоминание благих дел языком. Аль-Аль-Джамиль за прекрасные действия Аль-Ихтияри. Под словом Ихтияри или над словом Ихтияри у тебя подпишите, что восхваление Аль-Хамд бывает не только за действия. Бывает не только за действия. Поэтому в определении шейха Аль-Харраса есть недостаток. Есть недостаток, как об этом сказал шейх Ибн Уасаймин в своих разъяснениях к этой книге. Он сказал то, что не совсем правильно говорить. То, что хвала это упоминание благих действий всего лишь. Благих действий. Но бывает также за что? За цифат Аз-Зати Аль-Лазима. Также за атрибуты сущностные, которые не являются действием. Так, то есть, например, человек высокий. Человек высокий. Это действие или нет? Его высота является действием или нет? Не является действием, но является сущностным атрибутом. Но все равно за эту высоту ты можешь его восхвалить. Так или нет? Похвалить его. Сказать, что как прекрасно, что ты, допустим, высокий. Или, например, человек красивый. За то, что он красивый, заслуживает он похвалы или нет? Заслуживает похвалы. Так? Даже если красота, это не его действие. То есть, сегодняшний Аллах спонтан так его создал. Это понятно или нет? То есть, поэтому здесь, Аляль-Джамил, Аль-Ихтиари, тоже фраза не совсем правильная. Почему? Потому что хвалы объект заслуживает не только за прекрасные действия, но и за прекрасные сущностные атрибуты. За сущностные атрибуты красоты. И после, то есть, определение шейха Аль-Харраса заканчивается на чем? Когда он сказал, Здесь у себя запишите после этого, то, что шейх Аль-Ислам Ибн-Утаймия добавил к этому определению фразу Из любви и из возвеличивания. Из любви и из возвеличивания. После фразы Добавьте вот эту фразу Из любви и из возвеличивания. Шейх Аль-Ислам Ибн-Утаймия. Из любви и из возвеличивания. Букву выводить не обязательно. Главное записать так, чтобы потом было понятно. Для чего нужна эта добавка? Махаббатану от азиман. Кто скажет? Потому что в арабском языке есть два понятия. Есть понятие Аль-Хамд и Аль-Мадх. Аль-Хамд и Аль-Мадх. Хамд, то есть перевод на русский язык примерно одно и то же. Похвала, восхваление. Но чем отличается Хамд от Мадха? Хвала, Аль-Хамд. Это когда ты восхваляешь какой-то объект с любовью к нему и с его возвеличиванием. А Мадх, это когда ты льстишь. Не обязательно, что ты восхваляешь с любовью и возвеличиванием. Мадх, это когда ты тоже восхваляешь какой-то объект, но при этом ты его не любишь и ты его не возвеличиваешь. А возможно даже ты его ненавидишь. Возможно даже ты его ненавидишь. И это восхваление чем будет являться? По-русски называется лестница. То есть ты ему льстишь вместе с тем, что ты его не любишь и ненавидишь. Так вот, когда ты говоришь хвала Аллаху, ты Всевышнего Аллаха восхваляешь с любовью и с возвеличиванием, или без этого нет, с любовью и с возвеличиванием. Поэтому это что, Хамт, необходимо в конце определения добавить вот эту вот добавку. Махаббата, но таавимен. Из любви и из возвеличивания. Для того, чтобы отличить Хамт от чего? От Мадха. И зачем ты восхваляешь какой-то объект, вместе с тем, что ты его не любишь и ты его не возвеличиваешь? Зачем это надо? Обычно это делается для того, чтобы получить от этого объекта какую-то пользу, или отвести от себя какой-то вред, который грозит тебе от этого объекта. Как, например, люди возвеличивают некоторых проявителей, которые являются тиранами. Не потому что они их любят или возвеличивают, а потому что боятся их. И для того, чтобы отвести от себя их вред, они их восхваляют. Но это не является Хамт, но является чем? Матф. Дальше. Говорит. Ламма Шукру, а что касается благодарности, то есть шейх Адхаррас, приступает к разъяснению разницы между понятиями Хамт, хвала, и между понятиями Шукр, благодарность. Ламма Шукру, а что касается благодарности, то эта благодарность бывает только за те действия, которые касаются тебя. И след от них переходит на тебя. Видишь? Аля нерма. Нерма это что такое? Милость. Милость. Например, храбрость, красота человека, это не милость по отношению к тебе. То есть она тебя не касается. Но его щедрость или его что? Другие какие-то качества касаются тебя конкретно. Касаются тебя, поэтому за нее ты делаешь что? Шукр. Говорит. И благодарность бывает сердцем, языком и органами тела. То есть что такое благодарность, как мы говорили? Мы говорили благодарность, это когда ты признаешь милость к тебе, сердцем. Хвалишь за эту милость того, кто ее тебе оказал, чем? Языком. И делаешь действия органами тела благодарность за ту милость, которую тебе сделали. Так или нет? Это называется чем? Это называется благодарность. Стоит. А восхваление чем бывает? Бывает восхваление органами тела? Восхваление органами тела не бывает. Понятно ли? Вот этим отличается благодарность от чего? От хвалы. Хвала бывает только языком, который вытекает из чувства благодарности, который в сердце. Она вытекает что? Из этого бывает языком. А благодарность бывает языком, сердцем и чем? Органами тела. Это отличие благодарности от чего? От восхваления похвалы. Как у нас в носке написано. То, что благодарность бывает убеждением, то есть сердцем, а также словом, а также делом. Как это пришло в Маджбу Аль-Фаттава 11.135. Поец. Аль-Ашайр говорит, поец, То есть из-за той милости, которая мне была оказана, у меня появилось три вещи. У меня появилось три вещи. Яди у Алисани у Аббамира Аль-Мухаджаба. То есть ответ на эту благодарность моей рукой, то есть чем? Органами тела. Так или нет? У Алисани, а также языком, то есть воспаление за какую-то милость. У Аббамира Аль-Мухаджаба. И моим сердцем, которое скрыто. Мухаджаб, то есть скрыт. Дамир это что? Дамир это то, что у тебя внутри, как душа, да. То есть сердце. Видишь, поэт, что говорит? Та милость, которую мне оказал этот человек, результатом этого стало, что у меня появилось три вещи. Это благодарность ему рукой, языком и сердцем. Поец. Говорит Ваад Агаза, исходя из того, что мы сказали выше, То между хвалой и между благодарностью есть с одной стороны общность, и есть с другой стороны частность. Это как понять? Вот здесь у себя запишите, что есть у ученых в книгах два понятия. Когда вы будете читать, то есть следующие уже более обширные книги ученых, А также слушать слова ученых, вы часто можете встретить две фразы. Первая фраза вот эта вот. Раумо муахусус минуачи. Как это понять? Раумо муахусус минуачи. То есть, две какие-то вещи, две какие-то вещи, объединяет их что-либо. Что-либо их объединяет. Так? Но вместе с этим, каждая из этих двух вещей отличается от второй, чем-либо своим. Чем-либо своим. Вторую фразу назовем попозже. Сейчас прочитаем, чтобы стало понятнее. Смотри. Говорит. То есть, смотри. Хвала и благодарность объединяет это что? Что оба они объединяются в каком понятии? Оба они являются восхвалением языком за какую-то милость, которая тебе оказана. То есть, если ты восхвалил объект, который оказал тебе милость своим языком, это можно назвать благодарностью? Это благодарность, так или нет? Одно из проявлений благодарности. И также можно ли назвать это похвалой? Тоже является похвалой. То есть, видишь, что Шейхангар раз говорит? Похвала говорит, и благодарность объединяет их одно общее понятие. То есть, одна общая ситуация. Одна общая ситуация. Ее можно назвать и похвалой, и благодарностью. Это когда человек благодарит своим языком кого-либо за ту милость, которую он по отношению к нему оказал. Это будет говорить и благодарность, и похвала. То есть, видишь, мы сказали. Когда две вещи объединяются в чем-либо, но при этом каждый из этих двух вещей отличается от второй, чем-либо. То, чем объединяются похвала и благодарность, мы упомянули. Мы упомянули. Теперь, а чем они отличаются? Смотри. Но вместе с этим хвала, то есть, отходит от благодарности в чем? Отделяется от благодарности в чем? Как мы сказали, храбрость, красота и так далее. Это уже будет благодарностью или нет? Это уже не благодарность. Но это что? Хвала. Видишь? Говорит, в этом уже хвала отличается от чего? От благодарности. Говорит Минальджамиль Алихтиари. За те действия, которые сделал этот объект, за прекрасные действия, которые сделал этот объект по своему желанию. По своему желанию. Стоит. Ваенфарита шукар. А благодарность чем отличается от похвалы? Бессана билкаль ваальджавари. Тем, что это воспаление сердцем и органами тела. Аля хусус аняма. Только за те действия, которые являются милостью по отношению к тебе. Это понятно или нет? То есть это уже не называется хвалой. Почему? Потому что хвала не бывает сердцем и органами тела. А бывает только чем? Языком. Поэтому, говорит, благодарность здесь уже отличается от чего? От хвалы. Ясно или нет? Говорит, поэтому хвала аам мутааллакан. Шири, более обширное понятие, чем благодарность мутааллакан. То есть, со стороны того, за что она делается. За что она делается. То есть, хвала, что шире, хвала или благодарность? Как ответить на этот вопрос? Мы говорим, нельзя ответить на этот вопрос однозначно. То есть, и хвала шире чем-то, чем благодарность. Ну и благодарность шире чем-то, чем хвала. Хорошо. Чем хвала шире, чем благодарность? Хвала шире, чем благодарность. С той стороны, за что восхваляется? Мы говорим, восхваляется за все прекрасное. Будь то это милость по отношению к тебе, или будь то это милость, или будь то не милость по отношению к тебе. Так как, например, красота, величие, храбрость и тому подобное. Все эти вещи не являются милостью к тебе, но все равно заслуживают хвалы. Но не заслуживают благодарности. Поэтому говорит, смотри, хвала более шире, смотря на то, По отношению к чему она делается По отношению к чему хвала делается Но она уже Средствами Которыми делается То есть хвала делается только языком А благодарность шире чем хвала в этом смысле Потому что она делается не только языком Но еще органами тела Еще и сердцем Говорит ваш шукар А благодарность уже наоборот Уже чем хвала В зависимости от того по отношению к чему делается но шире, чем хвала, по отношению к то, чем она делается. Вот это вот то, что называется Румуму Ахусус Мин Вач. То есть, две вещи объединяются в чем-либо, но каждая из этих двух вещей является что? Отличается от другой чем-либо. Примерно это какой можно привести? Вот это вот. Хамки Шукар. Они с одной стороны сходятся в чем-либо, но с другой стороны, каждая из них отделяется от второй чем-либо. Теперь запишите еще, вы можете встретить вторую фразу в книгах ученых. Звучит она так. Румуму Ахусус Мут Лак. Румум Ахусус Мут Лак. Это как звучала первая фраза? Румуму Ахусус Мин Вач. А вторая фраза звучит. Румуму Ахусус Мут Лак. Общность и частность абсолютная. Общность и частность абсолютная. Как это понять? Это когда у нас есть две вещи и при этом одна вещь всегда в любом случае шире, чем вторая вещь. Всегда в любом случае более объемная, чем вторая вещь. Как, например, два слова инсан и хайаван. Человек и животное. Человек и животное. Что шире, а что уже? Животное шире, чем человек. Почему? Потому что каждый человек животное, но не каждый животный человек. Так или нет? Не каждый животный человек. Вместе с тем, что каждый человек является своей основе животным. Так или нет? Является животным. Это как будет называться? Абсолютное что? Общность и частность. То есть, что-то одно всегда шире, чем второе. В любом случае. В любом случае. Вместе с тем, что они тоже объединяются в определенных образах. Так или нет? Человек является чем? Животным. Человек является животным. И животное является человеком. Но не всякое животное является человеком. Это понятно или нет? Почему мы эти две фразы назвали? Потому что одну фразу употребил шейх Аль-Харраз. И мы хотим, чтобы у нас не осталось ничего непонятного. Так или нет? А вторая фраза, потому что она похожа на эту фразу. И чтобы, когда вы увидели эту фразу вторую в других книгах, вы не запутались и не подумали, что это одно и то же. Это две разные вещи. Румуму Ахусус Минвадж и Румуму Ахусус Мутлаб. Это два разных понятия. Саид, дальше. Говорит Также необходимо разобрать вопрос разницы между восхвалением и Матф. Лестью. И лестью. Это мы уже разобрали. Так или нет? Мы просто прочитаем. Что относительно разницы между этими двумя вещами сказал Ибн Алкаим. Хамд похвала это сообщение о каких-то прекрасных качествах того, кого ты восхваляешь. Маахуббиги ватаазимихи. Видишь? Вместе с тем, что ты его любишь и ты его возвеличиваешь. Халя будда фи имених тиран аль ирада бил хейр. Здесь, говорит, непременно должно быть что? Должна присутствовать желание добра к тому, кого ты восхваляешь. То есть, его любовь, так и его возвеличивание. Бехиля фан мать. Но лесть не такая. Та инну их барун мудерра. Потому что лесть это всего лишь сообщение о прекрасных качествах того, кого ты сообщаешь. Голое. Голое сообщение. Без любви и без возвеличивания. Как мы сказали, даже бывает так, что тот, который льстит, ненавидит того, кому он льстит и кого он хвалит. Бывает такое. Говорит. Поэтому, говорит, восхваление нам. И здесь, говорит, также нужно понять, то, что мать лесть с одной стороны шире, чем восхваление. Почему? Потому что, что восхвалять таким образом ты можешь как живого, так и мертвого. А также, что? Какие-то застывшие предметы. Как камни, например. Камень, когда ты восхваляешь, это называется хвала или называется матф. Хамт или матф. Это уже матф, потому что ты камень не любишь и не возвеличиваешь. А просто ты его что? Хвалишь за какие-то качества. Как, например, то, что он твердый, или он то, что большой, или то-то, или то-то. Или какой-то полезный и так далее. Вместе с этим ты его не любишь, и ты его не возвеличиваешь. Поэтому, говорит, матф с этой стороны может быть шире, чем хамт. Потому что восхваление бывает только относительно живого, относительно живого. А матф бывает только, может быть, как живого, так и мертвого, так и матф, застывшего предмета, который не является живым. Который не является живым. Саид. Нет. Маджеда не Рабби. В хадисе пришло что? Когда раб говорит, Алхамду лилля, Раббилля, Алимин, хвала Аллаху Господу, Мирок, Всевышний Аллах, что говорит? Хамидане Абди, восхвалил меня мой раб. То есть, делал мне что? Хамт, хвалу. Ваида قال ар-рахман ар-рахим. А когда скажешь, Ар-рахман, Ар-рахим, Всевышний Аллах, что говорит? Асна Алия Абди. То есть, восхвалил меня мой раб многократно. Этим самым вы поняли разницу между хамт и сана. Так или нет? Смотри. Ваида قال маалик яумиддин. А когда он скажет, Вастилил, судного дня, Всевышний Аллах, что говорит? Маджедане Абди. Восхвалил меня мой раб. Здесь у тебя запишите это разница между хамт и маджед. Хамт и маджед. Хамт это похвала, маджед это восхваление. Чем отличается маджед от хвалы хамт? То, что маджед это та же самая хвала, но атрибутами Азама вальджелаль. Если ты восхваляешь Всевышнего Аллах атрибутами величия и почета Азама вальджелаль, тогда что это будет называться маджед? Восхваление. Например, брат, если ты говоришь Ар-Рахман и Ар-Рахим милостивый, милосердный. Это хамт или это маджед? Кто скажет? Это хамт. Так как Ар-Рахман и Ар-Рахим это не являются атрибутами величия и что? Почета. Но другие атрибуты, некоторые, как например, Азама, Аль-Джалаля, так или нет, Аль-Кибрия, Аль-Джабаруд и тому подобное. Это все атрибуты чего? Величия. Когда ты говоришь Всевышний Аллах велик, высокомерный, так или нет, подавляющий своих рабов, это атрибуты величия и возвеличивания. Тогда это уже будет что? Маджед. Если ты воспаляешь Всевышнего Аллах таким атрибутами, это будет называться маджед. А? Аль-Джабаруд Таариф. Таариф. Маджед. Это хамдуллах би бисефат аль-Азама валь-Джаля. Вот так. Воспаление Аллаха атрибутами величия и почета. Значит, до этого времени мы с вами разобрали несколько сразу понятий. А это хамд, это маджед, это ассана и это что? Шукар. Так или нет? То есть разницу между этими четырьмя понятиями. Дальше. Ва аль бил хамд лилистеград. Теперь переходит шейх Аль-Харраз к разбору следующего вопроса. Говорит алиф лям, который приходит перед фразой хамд аль-Хамдуллиллах, она какая алиф лям? Лилистеград. Объемлющее. То есть объемлющее алиф лям. Как это понять? То есть, когда мы говорим аль-Хамдуллиллах хвала Аллаху. То есть, а? Нам. Все охватывающие. Аль. Так. Когда мы говорим аль-Хамдуллиллах хвала Аллаху, ты говоришь не просто хвала Аллаху, а говоришь вся хвала Аллаху. То есть, все, за что можно восхвалить и все виды хвалы и похвалы, которыми можно восхвалить, принадлежат кому? Всевышнему Аллаху. Принадлежат. То есть, Он этим владеет и Он этого заслуживает. Мелькано и сиххатан. Понятно ли нет? Паир. И, брат, когда ты говоришь аль-Хамдуллиллах хвала Аллаху, так в этой твоей фразе есть опровержение всем видам нововведенцев из муапцеля, из аннулирующих и мушаббя, из уподобляющих. Почему? Потому что, когда ты говоришь вся хвала принадлежит Аллаху, из этого вытекает то, что ты утверждаешь Всевышнему Аллаху все атрибуты хвалы и отрицаешь от него все атрибуты недостатка. Потому что не может быть вся хвала, только кроме как по отношению к тому, то обладает всеми атрибутами достоинства и у него нет ни одного атрибута недостатка. Если у него есть хотя бы один атрибут недостатка или нету хотя бы одного атрибута достоинства, то по отношению к нему уже неправильно будет сказать все виды хвалы принадлежат ему или вся хвала принадлежит ему. Поэтому, когда ты говоришь Аллахамдуллиллах, ты делаешь опровержение этой одной фразой всем нововведенцам из муапцеля и мушаббя, из аннулирующих и уподобляющих. Потому что тот, кто аннулирует что-то от Аллаха из атрибутов достоинства, этим самым он уже что, не восхваляет Всевышнего Аллаха всей хвалой. Или тот, который уподобляет Всевышнего Аллаха или его атрибуты атрибутам творения, он приписывает Всевышнему Аллу что? Недостаток. Так или нет? Приписывает недостаток, а соответственно у вас Всевышний Аллах получается у него недостоин всей полноценной хвалы. Дальше. Поэтому можешь смело говорить, то что если ты приписываешь Всевышнему Аллах хвалу и говоришь «Альхамду лиллах», то этим самым ты опровергаешь всех этих нововведенцев. Хадаритов, Джабритов, Мурджитов, Хариджитов, Ашаритов, Муатазилитов. Всех этой одной фразы, всех ты опровергаешь. Поэтому, что после намаза, когда ты говоришь 33 раза «Альхамду лиллах», «Альхамду лиллах», «Альхамду лиллах», повторяешь, ты у тебя что в голове это? Держи. Это, как называется, эти смыслы в голове должен иметь. Понятно ли? Что значит, когда я говорю «Альхамду лиллах», то есть я, Всевышний Аллах, приписываю этой своей фразой все абсолютное качество, достоинство. Говорит, «Лиятанавала кулла афрат альхамду альмухакка альмухаддара». То есть, посредством того, что перед словом «хамд» приходит «Алифлам альсигракия», то есть «всеохватывающий алифлам», этим самым ты говоришь, что утверждаешь Всевышний Аллах «Кулла афрат альхамду». Все единицы хвалы, все единицы хвалы и восхваления. Альмухакка, будь то они уже за действия, которые произошло, «Альмухаддара», или за действия, которые еще не произошло, но оно произойдет. Смотри, что такое хвала мухаккака. Хвала мухаккака, то есть за то действие, которое уже хуккита, то есть уже произошло. Те действия Всевышнего Аллаха, которые он уже совершил. Послал пророка Мухаммада, возвеличил свою религию, вознес свою религию над остальными религиями и так далее. Эти действия уже были или еще только произойдут, уже произошли. За это ты его восхваляешь. «Ва мухакдара». Мухакдара – это что? Тахдиль. Те действия, которые Всевышний Аллах совершит, еще не совершил. За них ты тоже уже восхваляешь Всевышний Аллах, даже если он еще не совершил эти действия. Говорит дальше. А некоторые сказали, что Алифлям здесь не всеохватывающая, а какая родовая. То есть все виды, все роды, хвалы и похвалы принадлежат кому? Всевышнему Аллаху. То есть хвала и восхваление бывают тоже разных видов, так или нет? Правильно или нет? Правильно. Языком. За такое действие, за такое действие, таким видом, таким образом и так далее. Говорит, если мы скажем, что Алифлям здесь джинсия, то есть родовая Алифлям, тогда это означает, что все виды похвалы принадлежат Всевышнему Аллаху. Так же, как истегратея. Но более правильно все равно то, что Алифлям здесь какая истегратея, всеохватывающая, а не джинсия. Разница в том, что истеграт охватывает все виды хвалы вместе с тем, что джинс родовая, то есть хвала, род хвалы принадлежит кому? Всевышнему Аллаху. Не обязательно все виды. Говорит дальше. Ва ма'нау. Смысл какой этой фразы? Альхамду лиллах. То есть, аннальхамдаль камиль сабитун лиллах. То есть, совершенная, то есть, эта фраза означает то, что совершенная похвала сабитун лиллах утверждена относительно Всевышнего Аллаха. Из этого вытекает Утверждение относительно Всевышнего Аллаха всех атрибутов, за которые только возможно восхвалять. Понятно ли нет? Говорит Потому что тот, который утерял что-либо из атрибутов совершенства то он не является абсолютно восхваляемым. Но говорит, что абсолютное восхваление это когда ты восхваляешь со всех сторон, со всех аспектов, всеми видами похвалы. И это возможно только относительно того, что собрал себе все абсолютно атрибуты достоинства. И в издательстве шейха Джамиля здесь есть добавка. Здесь есть добавка, что шейх Аль-Харраз сказал Если бы восхваляемый объект утерял что-либо, хотя бы один атрибут совершенства и достоинства, то этим самым необходимо было бы уменьшить хвалу настолько, насколько он утерял это достоинство. Поэтому мы говорим, что вся хвала принадлежит Аллаху, потому что все абсолютно качества, достоинства Всевышний Аллаху принадлежат. Говорит дальше Дальше приступает к разбору слова Ар-Расуль, посланник. Что такое говорит посланник? Посланник в арабском языке Это каждый, кого отправили с каким-либо посланием. Поэтому в арабском языке говорится Если он потребовал от него, чтобы он что-то передал или что-либо донес. То есть если я даю тебе что-либо и говорю, передай саму-то, ты являешься кем? Расуль, посланцем. Понятно ли? То есть тот, кого послали с каким-либо требованием или с какой-либо просьбой. Ваджебрау и множественное число слова Расуль какое? Руслюн, бисукун ассин. Слово Русль, что? С сукуном над буквой Син. Ва Русуль, биламмиха. А также Русуль, с даммой над Син. То есть слово Расуль во множественном числе может сказать как Русль, так и Русуль. Погиб. Говорит. Ва Филисан асшара. А на языке законодателя или на шариатском языке, что такое Расуль? Это говорит, вот смотри, определение, кто такой посланник в шариате. Это говорит, инсанун, закарун, хорун, ухия илей бешарин, уумираби таблигинис. Это инсан, во-первых, это человек. Закар, мужского рода, так? Мужчина. Хур, свободный. То есть кто не раб. Тот, кому было неспособлено в откровении шариат, уумираби таблигинис. Ему было приказано от шариата людей доносить. Вот это является кто? Посланник. Это посланник в шариате. Здесь у себя подметили некоторые вещи. Во-первых, слово шейханхараса инсан, то, что посланником бывает человек. У себя запишите, что более правильное мнение, что среди джиннов нет посланников, и не было посланников среди джиннов. Но среди них есть нузор. Нузор, то есть предостерегающий. Предостерегающий. Похожая вещь среди джиннов. Среди них нет посланников, по более правильному мнению. Но среди них есть кто? Нузор. Те, которые предостерегают свой народ от огня и увещевают их, и радуют их раем. Если среди них есть кто-то из мусульман. Баир. И Ибн-Кафир передал относительно этого мнение Ибн-Аббаса. То есть Ибн-Аббас сказал вот эту вот фразу. То, что нет среди джиннов посланников, но среди них есть нузор. То есть предостерегающий. И также сказал Ибн-Кафир, что это мнение многих имамов из салифов и халифов. Из первых поколений и из прошлых поколений. Теперь слова Аль-Харраса Закар. То, что посланниками является только мужчина. У себя отметили то, что среди женщин не было посланников. Среди женщин не было посланников по единогласному мнению. По единогласному мнению. Но есть разногласия. Были ли среди женщин пророки? Были ли среди женщин пророки? Относительно этого есть разногласия. Подавляющее большинство ученых говорит то, что среди женщин нет пророков. Нет и не было пророков. Это противоречие кому? Ибн-Хазму. Ибн-Хазму. А также Абул-Хасан Аль-Аш'ари. Ибн-Хазму. Хазму. А также Абул-Хасан Аль-Аш'ари. А также Аль-Куртуби. Аль-Куртуби. Говорили то, что среди женщин были пророки. И в примере Ибн-Хазму кого привел? Мать пророка Мусы. Алейхимус Салам. Джамиан Так. И Марьем. Мать Алиса Алейхисалам. То есть Ибн-Хазму сказал то, что Умму Муса, а также Марьем, эти две женщины были пророками. И это не является правильным. Это является ошибкой. Так как среди пророков не было никого из женщин. Все пророки были мужчинами. Так же как посланники. Как сказал Всевышний Аллах. Мы до тебя не посылали никого, кроме мужчин, которым открывали в откровении. Что? Откровение. Дальше слова Шейха Аль-Харраса Хуррун. То, что посланником является только свободный человек. Это что? У себя можете подписать. Потому что рабство противоречит посланию. Потому что рабство противоречит посланию. С каких сторон? Со многих сторон. Во-первых, раб ничем не владеет. Не владеет имуществом. Во-вторых, раб не годится для того, чтобы управлять даже маленькой группой людей. Так или нет? Даже двумя-тремя людьми раб управлять не может. Так как он раб, он не является свободным человеком. Не говоря уже о том, чтобы быть посланником к мирам. И быть тем, который управляет огромными общинами. А посланник он тот, который управляет общинами. Так или нет? Поэтому раб не может быть посланником. И также третье. То, что Всевышний Аллах спонтанно, если бы послал посланником раба, то это было бы доводом людям против Всевышнего Аллаха. За что? За то, что они не последовали за ним. Сказали бы. Почему? Потому что нормальный человек не будет следовать за рабом. За несвободным человеком. Тем более, не говоря уже о знатных людях. Не говоря уже о ком. О обладающих властью, обладающих имуществом и так далее. Поэтому мудрость Всевышнего Аллаха, из него вытекает то, что посланных людям были только кто? Только свободные люди. Только свободные люди в виде посланников. Словид. И поэтому правильное мнение относительно, например, Лукмана. Лукмана, то что он не был пророком. Есть же сура Лукмана? Он не был пророком, так как он был рабом. Так как он не был свободным человеком. Поэтому про него говорится Абдун Салли. Праведный раб. Но не говорится то, что он был пророком. Не говорится то, что он был пророком. Паих. Нам некоторое время. Это не противоречит этому. Это не противоречит этому. Так как рабство Юсуфа алей-иссалям не было основным и не было законным. То есть его взяли в рабство не на законном основании, так или нет, а совершив преступление относительно него. И Юсуф алей-иссалям был свободным человеком в этом смысле. В этом смысле не был рабом. Паих. И у себя также подпишите, что из важных качеств посланников было то, что они были зу-насар. Они были высокого рода в своих народах. То есть они не были, например, детьми от прелюбодеяния, или не были людьми низкого рода. Они были высокого рода, обладающими, или были потомками влиятельных, благородных людей. Это тоже для того, чтобы людям не было тяжело за ними следовать. Паих. И также одним из качеств посланников было то, что они были... Что? Ай-са. Ай-са, то есть афиф. Афиф, то есть, во-первых, они были целомудренными, не были прелюбодеями. И были афиф, то есть не попрошайничали у людей ничего. То есть ничего у людей не просили никогда. Не были попрошайками, так или нет? И не просили денег на свой призыв. Как об этом сказал Джафар, ради Аллаху, так, кому? Надяши. Когда Надяши начал, то есть правитель, начал спрашивать у него относительно пророка, салаллаху алисаляма, что Джафар сказал? Говорит, хатта баа саилийна расулян. Послал, говорит, к нам Аллах, посланника, относительно которого мы знаем его что, его род, а также его правдивость, а также его верность и его афап. То есть то, что он не попрошайничает ничего у людей. То есть мы не можем его обвинить, что он начал свой призыв, и он его придумал для того, чтобы затем взять власть и взять деньги, и начать управлять людьми. Мы видели то, что он афиф, никогда ничего не просил у людей, и никогда, что он не был алчным, и никогда не протягивал свою руку к чужому. То есть никогда не дотрагивался до чужого, и никогда мы не замечали, что он желал власти, или желал денег, или желал женщин, и так далее. То есть он афиф. Поэтому мы не можем его обвинить, что он придумал какую-то религию для того, чтобы начать нами управлять, и завоевать власть, и взять имущество наше, и так далее. Это очень важно, брат. И это касается любого, кто призывает к религии Аллаха. Если ты призываешь к религии Аллаха, то ты должен быть известным среди людей, что ты никогда не направлял свой взгляд или свою руку на чужое. Понятно ли? Ты не должен быть известен тем, которые желают власти, желают управления над людьми, желают имущества у людей, чтобы тебя никто не мог обвинить в том, что ты начал свой призыв для этого. Для того, чтобы в итоге взять имущество, или что, начать управлять людьми, и тому подобное. Это понятно или нет? Это очень важно. Иначе, если ты будешь замечен на этом, то люди не примут твой призыв никогда. И относительно тебя последует что? Обвинение. То, что ты начал свой призыв только для этого. Потому что тебе нужно было имущество, власть, и тому подобное. Ясно или нет? Дальше говорит, а если же перед нами человек, которому было неспознано откровение, то есть перед нами человек, имеется ввиду, мы рассматриваем личность, которому было неспознано откровение, и при этом это откровение не было вменено в обязанность ему доносить до людей, тогда он является пророком. То есть шейх Аль-Харрас провел разницу между посланниками и пророком. По какому аспекту? Сказал, пророк и посланник это одно и то же, но разница между ними какая? То, что посланнику приказано доносить до людей, а пророку доносить до людей не приказано. И у себя подпишите то, что это мнение является неправильным, это мнение является неправильным, потому что как пророки, так и посланники, обоим этим видам людей было приказано доносить послание до людей. Почему? Доводов на это множество. Во-первых, доводы из шариата. Доводы из шариата. Это хадис Яхия ибн Закария. О пророке Яхия ибн Закария. Хадис Сахрия ибн Закария. О том, что ему было приказано 5 вещей. То есть, Всевышний Аллах не спасал ему в откровении. 5 вещей. То есть, сделать 5 дел. И в этом хадисе приходит то, что ему было приказано доносить это до людей. То есть, Яхия ибн Закария. Пророк Аллах говорит. Мне было приказано совершать 5 вещей. И было приказано донести вам эти 5 вещей. Это говорит о чем? О том, что пророку тоже приказывается доносить до людей послание. Доносить до людей послание. А также хадис Абдулла ибн Амра ибн Асан. Где он говорит. Пророк Салавасан говорит. Не было до меня ни одного пророка. Кроме как было обязанностью на нем. Чтобы он указал своей общине на то добро, которое он знает для них. И чтобы он предостерег свою общину от того зла, которое он знает для них. Это явный контекст. Так или нет? Явный довод на то, что пророк Салавасан говорит. Не было ни одного пророка до меня. Кроме как он был обязан доносить до людей то добро, которое он знает. И предостерегать их от того зла, которое он знает. И также довод разума здесь. То, что даже ученые. Даже ученым, обладателем знания. Всевышний Аллах приказал доносить знания о шариате до людей. А что сказать о пророках, которые являются выше уровнем, чем ученые. И какой бы великий не был ученый, он не сможет добраться до уровня пророков. Говорит Факульну Расуллин, Наби, у аля акс. Поэтому каждый посланник является пророком, но не наоборот. У аля акс. Но не наоборот. Не каждый пророк является посланником. И некоторые из ученых сказали, какая разница тогда между посланниками и пророком. Сказали то, что разница между посланником и пророком в том, что посланнику был неспослан новый шариат, которого еще до этого не было на земле. А пророк это тот, который обновляет, что, не то что обновляет, а призывает людей к шариату, который был неспослан до него. То есть посланнику, который был до него. Как, например, Муса, аля акс. Ему был неспослан шариат, новый. Он кем является? Посланником. А остальные пророки, которые были в Бану и Сраиль после него, так это что? Было им приказано доносить шариат Муса, аля акс. до своего народа. То есть продолжать его сохранять в своем народе. Потом пришел Риса, аля акс. Обновил шариат Муса, аля акс. То есть пришел уже с другим шариатом. Понятно или нет? То есть поэтому он был кем? Посланником и не был пророком. Мы в Саля-Сулус-Уль тоже упоминали разницу еще какую. То, что посланники это те, которые пришли к народу и против них выявилась вражда. Выявилась непременно вражда. То есть не было ни одного посланника, кроме как с ним враждовали. Что касается пророков, то не обязательно, чтобы против каждого пророка была проявлена вражда. Были люди, которые были с ним не согласны, но не обязательно они проявляли вражду. Они могли не любить этого пророка, но терпели, стиснув зубы. Было такое. Поэтому это тоже отличие между посланником и пророком. Говорит, Бывает так, что человек может быть пророком, но не быть посланником. И вход посланников, который приписан посредством местоимения Господу, здесь имеется в виду Мухаммад. То есть что за местоимение Господу приписано? Как у нас в словах пришло. Который послал своего посланника. Кто здесь имеется в виду под посланником? Здесь имеется в виду Мухаммад. Они кто-то из других посланников. Давай на этом завершим и продолжать будем завтра. Ибн Хазм, а также Абуль Хасан Ашари, а также Аль-Куртуби, говорили то, что среди женщин были пророки. И в примере Ибн Хазм, кого привел? Мать пророка Мусы, алейхимуссалям, и Марьям, мать Иса, алейхиссалям. То есть Ибн Хазм сказал то, что умму Муса, а также Марьям, эти две женщины были пророками. И это не является правильным. Это является ошибкой, так как среди пророков не было никого из женщин. Все пророки были мужчинами, так же как посланники. Как сказал Всевышний Аллаху, мы до тебя не посылали никого, кроме мужчин, которым открывали в откровении, что откровение. Дальше слова шейха Аль-Харраса Хуррун, то, что посланником является только свободный человек. Это что? У себя можете подписать, потому что рабство противоречит посланию. Потому что рабство противоречит посланию. С каких сторон? Со многих сторон. Во-первых, раб ничем не владеет, не владеет имуществом. Во-вторых, раб не годится для того, чтобы управлять даже маленькой группой людей, так или нет? Даже двумя-тремя людьми раб управлять не может. Так как он раб, он не является свободным человеком. Не говоря уже о том, чтобы быть посланником к мирам и быть тем, который управляет огромными общинами. А посланник, он тот, который управляет общинами, так или нет? Поэтому раб не может быть посланником. И также третье, то, что Всевышний Аллах спонаталя, если бы послал посланником раба, то это было бы доводом людям против Всевышнего Аллаха. За что? За то, что они не последовали за ним. Сказали бы. Почему? Потому что нормальный человек не будет следовать за рабом, за несвободным человеком. Тем более, не говоря уже о знатных людях, не говоря уже о ком, о обладающих властью, обладающих имуществом и так далее. Поэтому мудрость Всевышнего Аллаха, из него вытекает то, что посланных людям были только кто? Только свободные люди. Только свободные люди в виде посланников. Славит. И поэтому правильное мнение относительно, например, Лукмана. Лукмана, то, что он не был пророком. Есть же сура Лукман. Он не был пророком, так как он был рабом. Так как он не был свободным человеком. Поэтому про него говорится Абдун Салли. Праведный раб. Но не говорится то, что он был пророком. Не говорится то, что он был пророком. Славит. Да, в некоторое время. Это не противоречит этому. Это не противоречит этому. Так как рабство Юсуфа, алейсалям, не было основным и не было законным. То есть его взяли в рабство не на законном основании, так или нет, а совершив преступление относительно него. И Юсуф алейсалям был свободным человеком в этом смысле. В этом смысле не было рабов. И у себя также подпишите, что из важных качеств посланников было то, что они были высокого рода в своих народах. То есть они не были, например, детьми от прелюбодеяния, или не были людьми низкого рода. Они были высокого рода, обладающими или были потомками влиятельных, благородных людей. Это тоже для того, чтобы людям не было тяжело за ними следовать. И также одним из качеств посланников было то, что они были айта, то есть афиф. Афиф, то есть, во-первых, они были целомудренными, не были прелюбодеями, и были афиф, то есть не попрошайничали у людей ничего. То есть ничего у людей не просили никогда. Не были попрошайками, так или нет? И не просили денег на свой призыв. Как об этом сказал Джафар, рады Аллаху, так, кому? Надяши. Когда Надяши начал, то есть правитель, начал спрашивать у него относительно пророка, саллаллаху алисаляма, что Джафар сказал? Послал, говорит, к нам Аллах, посланника, относительно которого мы знаем его что, его род, а также его правдивость, а также его верность и его афат. То есть то, что он не попрошайничает ничего у людей. То есть мы не можем его обвинить, что он начал свой призыв, и он его придумал для того, чтобы затем взять власть и взять деньги, и начать управлять людьми. Мы видели то, что он афиф, никогда ничего не просил у людей, и никогда, что он не был алчным, и никогда не протягивал свою руку к чужому. То есть никогда не дотрагивался до чужого, и никогда мы не замечали, что он желал власти, или желал денег, или желал женщин, и так далее. То есть он афиф, поэтому мы не можем его обвинить, что он придумал какую-то религию для того, чтобы начать нами управлять, и завоевать власть, и взять имущество наше, и так далее. Это очень важно, брат. И это касается любого, кто призывает к религии Аллаха. Если ты призываешь к религии Аллаха, то ты должен быть известен среди людей, то, что ты никогда не направлял свой взгляд или свою руку на чужое. Понятно ли? Ты не должен быть известен тем, который желает власти, желает управления над людьми, желает имущества у людей. И чтобы тебя никто не мог обвинить в том, что ты начал свой призыв для этого. Для того, чтобы в итоге взять имущество, или что, начать управлять людьми, и тому подобное. Это понятно или нет? Это очень важно. Иначе, если ты будешь замечен на этом, то люди не примут твой призыв никогда. И относительно тебя последует что? Обвинение. То, что ты начал свой призыв только для этого. Потому что тебе нужно было имущество, власть, и тому подобное. Ясно или нет? Дальше говорит. А если же перед нами человек, которому было неспособлено откровение, то есть перед нами человек, имеется в виду, мы рассматриваем личность, которому было неспособлено откровение. Валям юмар биттаблих. И при этом это откровение не было вменено в обязанность ему доносить до людей. Тогда он является пророком. То есть, шейх Аль-Харраз провел разницу между посланниками и пророком. По какому аспекту? Сказал, пророк и посланник это одно и то же. Но разница между ними какая? То, что посланнику приказано доносить до людей, а пророку доносить до людей не приказано. И у себя подпишите то, что это мнение является неправильным. Это мнение является неправильным. Потому что как пророки, так и посланники, обоим этим видам людей было приказано доносить послание до людей. Саид. Почему? Доводов на это множество. Во-первых, доводы из шариата. Доводы из шариата это хадис Яхия ибн Закария о пророке Яхия ибн Закария. Хадис Сахрия ибн Закария о том, что ему было приказано 5 вещей, то есть Всевышний Алланец послал ему в Откровении 5 вещей, то есть сделать 5 дел. И в этом хадисе приходит то, что ему было приказано доносить это до людей. То есть Яхия ибн Закария, пророк Аллах, говорит, мне было приказано совершать 5 вещей и было приказано донести вам эти 5 вещей. Это говорит о чем? О том, что пророку тоже приказывается доносить до людей послание. Доносить до людей послание. А также хадис Абдулла ибн Амра ибн Асан, где он говорит, Пророк говорит, не было до меня ни одного пророка, кроме как было обязанностью на нем. Это явный контекст. Так или нет? Явный довод на то, что пророк Салавасан говорит, не было ни одного пророка до меня, кроме как он был обязан доносить до людей то добро, которое он знает, и предостерегать их от того зла, которого он знает. И также довод разума здесь, то что даже ученые, даже ученым о влазательном знании Всевышний Аллах приказал доносить знания о шариате до людей. А что сказать о пророках, которые являются выше уровнем, чем ученые. И какой бы великий не был ученый, он не сможет добраться до уровня пророков. Поэтому каждый посланник является пророком, но не наоборот. Но не наоборот. Не каждый пророк является посланником. И некоторые изученые сказали, какая разница тогда между посланниками и пророком. Сказали то, что разница между посланниками и пророком в том, что посланнику был неспослан новый шариат, которого еще до этого не было на земле, а пророк это тот, который призывает людей к шариату, который был неспослан до него. То есть посланнику, который был до него. Как, например, Муса, алейсалям. Ему был не способен шариат, новый. Он кем является? Посланником. А остальные пророки, которые были в Бану и Сраиль после него, так это что? Было им приказано доносить шариат Муса, алейсалям, до своего народа. То есть продолжать его сохранять в своем народе. Потом пришел Риса, алейсалям. Обновил шариат Муса, алейсалям. То есть пришел уже с другим шариатом. Понятно или нет? То есть поэтому он был кем? Посланником и не был пророком. Мы в Саля-Су-Лю-Сунь тоже упоминали разницу еще какую. То, что посланники это те, которые пришли к народу, и против них выявилась вражда. Выявилась непременно вражда. То есть не было ни одного посланника, кроме как с ним враждовали. Что касается пророков, то не обязательно, чтобы против каждого пророка была проявлена вражда. Были люди, которые были с ним не согласны, но не обязательно они проявляли вражду. Они могли не любить этого пророка, но терпели, стиснув зубы. Было такое. Поэтому это тоже отличие между посланником и пророком. Говорит, Бывает так, что человек может быть пророком, но не быть посланником. И ход посланником, который приписан посредством местоимения Господу, здесь имеется в виду Мухаммад. То есть что за местоимение Господу приписано? Как у нас в словах пришло, который послал своего посланника. Кто здесь имеется в виду под посланником? Здесь имеется в виду Мухаммад, а не кто-то из других посланников. Давай на этом завершим и продолжать будем завтра. И некоторые из ученых сказали, какая разница между посланником и пророком. Сказали, что разница между посланником и пророком в том, что посланнику был неспослан новый шариат, которого еще до этого не было на земле, а пророк это тот, который обновляет, не то что обновляет, а призывает людей к шариату, который был неспослан до него. То есть посланнику, который был до него. Как, например, Муса, алейсалям. Ему был не способен шариат, новый. Он кем является? Посланником. А остальные пророки, которые были в Бану и Сраиль после него, так это что? Было им приказано доносить шариат Муса, алейсалям, до своего народа. То есть продолжать его сохранять в своем народе. Потом пришел Риса, алейсалям. Обновил шариат Муса, алейсалям, то есть пришел уже с другим шариатом. Понятно или нет? То есть поэтому он был кем? Посланником и не был пророк. Мы в Саля-Сул-Усун тоже упоминали разницу еще какую. То, что посланники это те, которые пришли к народу и против них выявилась вражда. Выявилась непременно вражда. То есть не было ни одного посланника, кроме как с ним враждовали. Что касается пророков, то не обязательно, чтобы против каждого пророка была проявлена вражда. Были люди, которые были с ним не согласны, но не обязательно они проявляли вражду. Они могли не любить этого пророка, но терпели, стиснув зубы. Было такое. Поэтому это тоже отличие между посланником и пророком. Говорит, бывает так, что человек может быть пророком, но не быть посланником. И ход посланником, который приписан посредством местоимения Господу, здесь имеется в виду Мухаммад. То есть что за местоимение Господу приписано? Как у нас, слава Христа, который послал своего посланника. Кто здесь имеется в виду под посланником? Здесь имеется в виду Мухаммад, а не кто-то из других посланников. Давай на этом завершим и продолжать будем завтра. Субханакаллаху мабихамдик. Субханакаллаху мабихамдик.